И всем привет, ребят! С вами Мистер Ванька, я сегодня записываю новый ролик по бездонатику. Сегодня мы поиграем на такой замечательной карте, как полигончик в режиме ASL за деф. Попробуем понагибать здесь. Получили мы в прошлом ролике звание. Что касаемо данного звания, то я ожидал, что именно с этого звания у нас откроется режим Джаггернаута. Но! Произошел, не знаю, какой-то баг или что-то в этом роде, но открывается теперь режим Джаггернаута в матчмейкинге у нас со следующего звания, то есть с сержанта. Поэтому нам надо еще немножко постараться, чтобы дойти до данного режима и, конечно же, продолжить нагибать именно таки в нем. Ну а темой сегодняшнего ролика будет у нас осмотр, можно так сказать, сравнение комплектов. Сейчас мы уйдем на респ и пойдем смотреть, какие комплекты у нас сегодня в игре появились. Пока меня что-то убивать не хотят, сейчас я быстро и быстро еще кого-нибудь поднагну тогда, пока у меня фулнарочка имеется. Но ребята против не хотят особо нагибать и это очень-таки хорошо. Хорошо, идем в гараж и смотрим, какие у нас комплектики сегодня появились. Из комплектов вышло до ближайших моих званий, то есть с первого или какого? Первый сержант, это, если я не ошибаюсь, звание называется. Открывается комплект довольно-таки хороший, Хори Фрис, называется он Буран. И если, в принципе, подумать, из этих трех комплектов есть комплект Хори Фрис, есть комплект Хорна Торельса и есть комплект Викинга Страйки. То есть из этих трех комплектов, безусловно, свой выбор я бы, безусловно, отдал бы Бурану. Так как данный комплект, в данном комплекте имеется определенно нагибающая пушка, легкий корпус, который, в принципе, меня устраивает и который будет тащить в том же режиме Джаггернаута. Ну и, конечно же, модуль, который у нас будет содержать резист от Фриза, а Фрис сейчас у нас является очень-таки нагибаторской пушкой. Поэтому, если вот из данных трех комплектов отдавать приоритет какому-то одному комплекту, то, безусловно, я бы отдал свой приоритет комплекту Бурану. Но успею я на него накопить или не успею, в принципе, в этом всем вопросе вы сможете узнать, смотря мои ролики по пиздонатику, которые, как ни странно, выходят уже на протяжении одной недели каждый день. Для меня это, конечно же, ребят, успех. Я надеюсь, что вы оцените то, что ролики у нас выходят так часто и прожмете лайкосик на данную серию как можно больше раз. То есть как-то так. Поэтому, ребят, давайте попытаемся выиграть данный боек. До следующего звания у нас остается 3000 опыта. И, в принципе, это нам надо еще сыграть где-то, если не соврать, так 4-5 боев, наверное, чтобы получить новое звание. Но что касаемо кристаллов, то у нас на аккаунте сейчас имеется 7600 кристаллов. Довольно-таки хорошая цифра, которую можно будет в дальнейшем, безусловно, приумножить в 2-3 раза и прикупить данный комплект. Поэтому я думаю, что до звания звездочки и галочки, не знаю точно, как оно называется, если не ошибаюсь, то первый сержант, но могу ошибаться, может быть, первый сержант называется звездочкой и 2 галочки, то постараюсь до данного звания накопить данные кристаллы. Кстати, у нас, ребят, уже завтра, уже завтра будет у нас первый контейнер на аккаунте. И будем надеяться, что с этого контейнера нам выпадет что-то очень-таки хорошее. Есть у меня игроки, есть знакомые, даже так бы я сказал, которые с первого контейнера выбивали сразу красное свечение, поэтому всякое может быть, почему нет, почему нет, вдруг именно завтра поведет мне больше, чем всегда, и упадет что-то очень-таки нереально крутое. Поэтому как-то так, ребят, по именно вооружению, ну а что касаемо данного боя, то надо, конечно, сейчас его быстренько нагнуть. Давай мне овердрайв, парень, прожми, пожалуйста, прожми мне овердрайв. Ну я же тебя прожимал. Блин, не понимает игрок, что надо делать, и это очень-таки печально. Сейчас у нас должен быть овердрайв по центру, если я не ошибаюсь, то его еще не было. И, ну что вы делаете, блин, там сейчас флаг поставят, нам надо, конечно, задефать данную базу, попробовать сыграть как можно сейвово, я даже на первом месте в данной катке, а что касаемо заданочек, то у нас здесь надо войти в тройку лидеров победившей команды и заработать 150 кристаллов. В принципе, по данному бою я могу сказать, что это все вполне реально сделать, но надо только постараться выиграть данный боечек. Ну а противники у нас начинают уже потихоньку нагибать. Это значит, надо побольше дефать, побольше пытаться фокусить противника 4,5 минуты до конца боя и вполне реальные цифры удержать данный счет, я думаю, не составит огромного труда. Поэтому сейчас поедем к ним на базу, попробуем забрать вот еще эту коробочку. Кстати, у меня, ребят, уже со звания нового дали по 10 целых комплектов припасов, ну то есть по 10 расходки каждые мне уже выдали. Не такие, конечно, большие цифры, но если какой-то золотой ящик у нас будет на карте, почему бы и нет, использовать данную расходку будет очень-таки актуально. И, конечно, на ней можно будет попытаться забрать золотой ящик. Так что как-то вот так вот, ребятки, пока фокусим респе, вас пожигает. Безусловно, меня, ребят, радует, это вообще без никаких прокачек. Прокачка одного шага, но это 100 кристаллов потраченных. Это вообще не особо большое количество, поэтому данное вооружение меня не может не радовать. И у нас овердрайв по центру падает, парень едет с овердрайвом, он вообще понимает, что это за расходка. Дай-ка мне овердрайв, дай-ка мне овердрайв. Хорош, просто нагибатор за нас играет, я смотрю. Очень-таки хорошо. 4 минуты остается до конца боя и пытаемся, попытаемся, попытаемся еще как можно больше опыта набить. Шафты какие-то нагибаторские. Давайте хотя бы 500 опытов в данной катке набьем. Все-таки звонка нам нужна как можно быстрее, поэтому надо постараться поднабить как можно больше опыта. У нас там резнется вас парикошет. Сейчас мы его сольем. И где-нибудь вот здесь надо уже прожимать овердрайв. Овердрайв прожимаем. Сливаем Хантера Жигу. Очень-таки хорошо. Шафт стоит. И это тоже меня очень радует. Так что могу как можно больше килов сейчас накилять. Шафт начинает сводиться. Окей. Сольем сейчас этих двоих. У вас по смоку стоит фулнары. Окей. Тоже неплохо. Давайте еще этих двоих подожгем. Ну, госпожига, конечно, меня очень радует, ребят. Честно вам скажу. Ой, я аптечку случайно прожил по привычке. Ну, ладно, ничего страшного. По привычке она всегда так врубается. Привык, что у меня везде на аккаунтах нарка имеется. Поэтому кажется, что я всегда могу ее использовать. Но на этом аккаунте у нас ее вообще почти не имеется. Что касаемо кристаллов, то данные цифры для мастер Капрала очень-таки хорошие. И я думаю, что вполне реально приумножить данную цифру до покупки комплекта. То есть до того определенного звания в три раза вполне реально увеличить данную сумму. Безусловно, если мне выпадет что-то с контейнеров, то это будет еще намного быстрее. То есть если, например, мне с комплекта... Ой, с каких комплектов? С контейнера, например, мне упадет 10 тысяч кристаллов. То будет вообще просто бомбически шикарно. Сейчас попробуем забрать у него сейчас этот жесткий овердрайв. Но дай-дай-дай, хорош, молодец. Хоть радуют меня те игроки, которые забирают овердрайв, но при этом все равно раздают данный овердрайв на тех, кто был рядом. А есть такие, конечно, жиды. Я бы их так назвал, которые забирают сами овердрайв и при этом убегают куда-то в другую сторону. Что касаемо комплекта Буран, то я думаю, что данный комплект, безусловно, будет заходить в режиме Джаггернаута. Все-таки Фриз это имбалансная пушка, которая именно-таки быстро сможет заморозить Джаггернаута и не дать ему никуда уехать. Поэтому, если я успею за эту, ребят, неделю накопить, сколько мне надо, 30 тысяч кристаллов и набить еще, сколько, 3 звания. То есть у нас сержант следующий, потом штаб-сержант и потом то грандиозное звание, на котором откроется у нас данный комплект. То это будет очень-таки круто. Возможно-таки, если данная цифра будет у нас приближаться, то на данном аккаунте мы еще поиграем на стримах. Которые у нас, ребят, чаще всего проходят вечером, по будним дням и, кто не знает, то по выходным у нас побольше стримов проходит. Поэтому, ребят, если еще не смотрите стримы на моем канале, то обязательно, ребят, приходите. Там всегда весело, интересно и можно выиграть тоже хорошие призы. Также, ребят, не забывайте подписываться на группу ВК. В группе ВК у нас сейчас проходит масштабный конкурс, поэтому ссылочку на него я оставлю в описании. Обязательно, ребят, переходите, выполняйте все условия. Условия у нас очень простые и выигрываете очень-таки ценные призы. Ну, а на этом мы катку заканчиваем. Получаем 450 кристаллов. Сейчас еще зайдем, посмотрим, когда у нас заканчивается абонемент наш новичка. Когда он у нас заканчивает... О, еще у нас две недели можно почти что играть на абонементе новичка. И это меня не может не радовать. Ну, а на этом, ребят, мы будем заканчивать с данным роликом. Если он вам понравился, то обязательно поставьте лайк, напишите в комментарии, какой комплект из данных трех вы считаете более нагибаторским. Буран, Стрелок или Боксер. Ну, а для меня комплект Буран является более мобильным, я бы так сказал, более актуальным. Поэтому буду читать ваши комментарии, буду интересоваться вашим мнением. Ну, а на этом данный ролик подходит к концу. Всем спасибо, ребят, за просмотр. Всем удачи и всем пока!